Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Пресвятим, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 14 октября. Житие преподобного Николы Святоши. Проходит образ мира сего. Царство его от языка в язык приводится. Престолы князей не зажил Господь и посаждает кротких вместо их. Благоверный князь Никола в самой ранней юности своей уразумел эту непрочность скоро приходящего владычества на земле. Святослав Святоша, это названный так за свое благочестие. Прекрещение был назван Панкратием, а в иночестве Николаем. Он был сыном черниговского князя Давида Святослава и внуком киевского черниговского князя Святослава Ярослава, основавшего святую богом созданную Печерскую церковь. Он ясно видел, что только на небе существует царство неприходящее, вечно пребывающее, исполненное тех неизреченных вечных благ, кои уготовал Господь для любящих его. Посему он, подобно тому, как некогда индийский царевич Иосафа, оставил славу и богатство, почесть и власть своего временного земного княжения ради вечного небесного царствия, и пришел в Печерский монастырь, облегся во святой иноческий чин. В иночестве блаженный Никола так просиял святости своей жизни, что все, видя добрые его дела, усердно прославляли за него Господа. И прежде всего преуспевал он в послушании. Сначала святой Никола работал на братью в поварнии. Здесь он своими руками рубил дрова и смиренно носил их с берега на своих плечах, неленостно исполняя и все остальное, что было необходимо для приготовления пищи. Он уже много потрудился, когда узнали о его подвигах братья его Изяслав и Владимир. Они стали удерживать его от такой работы. Но этот истинный послушник выпросил у них со слезами, чтобы они позволили ему еще один год в поварнии поработать для братья. И вот он здесь с полным старанием и усердием прослужил братья в течение целых трех лет. После всего он, как человек испытанный и ко всему способный, был приставлен стеречь монастырские ворота. И в этом послушании, никуда кроме церкви не отходя, он также пробыл три года. Оттуда он был приставлен прислуживать при братской трапезе. И это послушание он проходил с усердием и таким старанием, что пользовался расположением всей братьи. Пройдя таким образом благочинно все эти степени послушания, он по решению игумена и всей братьи принял на себя подвиг безмолвия, дабы в тишине заботиться о своем спасении. Исполняя это послушание, он своими руками устроил при келье и сад, и в продолжении всех лет иноческой жизни его никогда не видали без дела. Он всегда имел в руках своих какую-нибудь работу, а на устах непрерывно сию молитву Иисусова Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня. Он никогда ничего не вкушал, кроме общей монастырской пищи на трапезе, и то в небольшом количестве. Если ему против его желания как князю приходилось получать что-либо от близких ему, тогда он все это немедленно раздавал на нужды странников нищих и настроение церковное, так что на средства его в церковь приобретено было много книг. Этот блаженный князь еще во время владения своим княжеством имел при себе очень искусного врача по имени Петра, сирийца родом, который пришел с ним и в монастырь. Врач этот, видя добровольную нищету своего господина, оставил его и проживал в Киеве, врачуя там многих. Впрочем, он неоднократно приходил к блаженному и, видя его в великих лишениях и безмерном посте, служащим на кухне и стражам у ворот монастырских, так увещевал оставить сей образ жизни. «Князь, тебе следует позаботиться о своем здоровье, дабы тебе непомерным трудом и воздержанием не ослабить совсем своей плоти, ибо если ты изнеможешь, для тебя станет неудобоносимым иго, которое ты Христа ради пожелал взять на себя. Ведь Бог не ищет поста или подвига выше сил, но только чистого и смиренного сердца. Ты работаешь на иноков, как купленный раб, ведь в такой нужде ты не привык к такой нужде, да это и не достойно тебя, как князя. Ведь ты, князь, для твоих благородных братьев Владимира и Зислава твоя не считаясь скорбью, великое уничижение, так как от столь великой славы и почести ты дошел до таких лишений, что умерщвляешь свое тело и из-за недостаточной пищи впадаешь в недуги. Ты прежде питался вкусными плодами, а теперь подверг себя тяжким лишениям, вкушая сырую зелень и сухой хлеб. Но берегись, как бы тебе совершенно не заболеть, и тогда ты, не имея более сил, лишишься жизни, и я не в состоянии буду помочь тебе. Итак, ты готовишь своим братьям плач неутешный. Вот и бояре, некогда служившие тебе, и благодаря тебе прежде знатные, и те, потеряв свои надежды, сожалеют о тебе и пребывают в большом унынии. Но они устроили себе большие дома, и теперь живут в них, а ты не имеешь, где главы преклонить. И сидишь то при мусорных кучах, то в поварне, то при вратах. Кто из русских князей поступал так? Уже не блаженный ли отец твой Давид, или преснопаменный твой дед Святослав? Да и с бояр никто не пожелал бы такой бесславной жизни, кроме одного Варлаама, который был первым игуменом Киево-Пещерского монастыря. Он был сыном первого киевского боярина Иоанна, бывшего здесь игуменом. Итак, если ты не послушаешь моего совета, то преждевременно умрешь. Подобные слова врач Петр, научаемый братьями святого Николы, часто говорил ему, когда сидел с ним то в поварне, то при воротах. Блаженный всегда на это отвечал ему, брат Петр. Часто думая о спасении души своей, я решил, что не должно щадить плоти, дабы она не вступала в борьбу с духом и не возбуждала в душе моей брани. Утомляемая же подвигом воздержания, она смиряется, но не изнемогает. А если бы я изнемогла, то ведь апостол сказал, «Сила моя в немощи совершается». И еще. Недостойные страдания нынешнего времени ничего не стоят в сравнении со славой, которая откроется в нас. Бог желает смиренного и чистого сердца, но его не может быть без поста и подвига, потому что пост — матерь целомудрия и чистоты. И еще сказано, «И смирился в трудах сердца их». Я благодарю Бога за то, что Он освободил меня от мирских забот и соделал меня рабом для своих рабов, этих блаженных чернорисцев. Ведь я, будучи князем, под видом работы для них работаю и для царя царей. Братья же мои, пусть заботятся о себе самих. Каждый понесет свое бремя. Довольны с них моего наследия, которое я для того оставил вместе с земным княжением, чтобы получить наследие в Царстве Небесном. «Я обнищал Христа ради, да Христа приобрящего. К чему же Ты угрожаешь мне смертью, укоряешь меня в моей нищете и воздержании от излишних язд? Ведь и Ты, когда лечишь телесную болезнь, не повелеваешь ли больному быть воздержанным, а некоторых язд и совсем избегать? А мне таким же способом нужно врачевать недуги душевные. Если я и умру телесно, то ведь мне умереть Христа ради есть приобретение. Если же я сижу при мусорных кучах, то почему Ты меня считаешь хуже бояр? Ведь мне надлежит царство Сиевым, о котором сказано, что он был знаменитый из всех сынов Востока. Если этого не делал раньше меня ни один из русских князей, то я, последую Царю Небесному, положу начало. Может быть, с этого времени кто-нибудь и станет подражать мне, последуя моему примеру. Наконец, вместе с научающими Тебя советую заботиться более о себе самом». Многократно происходило также и следующее. Когда этот блаженный князь, утомившись в подвиге послушания, впадал в болезнь, тогда врач Петр, узнав об этом, немедленно приготовлял ему лекарства, нужные при той или другой болезни. Но князь всегда до прибытия врача с лекарством, Божией помощью, делался здоровым и никогда не дозволял лечить себя. А однажды пришлось и самому врачу тому заболеть. Блаженный послал к нему сказать, «Если ты не станешь пить лекарство, то скоро выздоровеешь, а если меня не послушаешь, то долго будешь страдать». Но врач не послушался и выпил свое лекарство, и, желая излечиться от болезни, едва не лишился жизни, хотя потом и был исцелен по молитве святого. Когда тот же врач вскоре снова заболел, Блаженный велел передать ему то же самое. «Если не будешь лечиться, выздоровеешь на третий день». Будучи наказан за первое ослушание, на этот раз врач послушался Блаженного и, по слову его, на третий день выздоровел. Блаженный Никола в то время оканчивал свое послушание монастырского привратника. Позвал выздоровевшего врача, он сказал ему «Петр, тебе подобает постричься выноческий образ, и вместо меня потрудиться в этом монастыре для Господа и его причистой матери, потому что я по истечении трех месяцев отойду от этого мира». Врач Петр, услышав это, пал ему в ноги и возопил, обливаясь слезами. «Увы, мне, Господин мой, благодетель мой, драгоценная жизнь моя! Кто примет меня, когда я приду сюда? Кто накормит сирых и убогих? Кто заступится за обижаемых? Кто окажет милость многим, требующим помощи? Не говорил ли я тебе, князь, что ты скоро доставишь неутешный плащ своим братьям? Не говорил ли тебе, князь, побереги свою жизнь? Ибо ты для многих можешь быть полезен, и в жизни твоей жизнь многих людей. Не ты ли меня исцелил силою Божией и своей молитвою? Куда же ты, добрый пастырь, уходишь? Если ты сам, исцелитель мой, захворал, то расскажи мне твоему рабу о своей болезни. И если я не вылечу тебя, то пускай за твою жизнь и за твою душу будет моя жизнь, моя душа. Не отходи от меня в молчании, Господин мой. Но скажи мне, откуда пришла тебе такая весть? Если от людей, то я отдам за тебя мою жизнь. А если Господь возвещает тебе сие, то моли Его, чтобы мне умереть вместо тебя. Если ты меня оставишь, то где мне сесть и плакать о своей потере, усеяли мусорной кучей, где ты так часто сиживал, но и сюда меня не пустят. И буду ли я иметь возможность получить что-нибудь в наследство из твоего имения, когда ты сам наг? Разве вот сие заплатанные рубища, которые на тебе? Но из тех ты, отходя от мира, будешь положен. Даруй, по крайней мере, мне, подобно тому, как древле Ильи Елисею, или я, милость, твою молитву, дабы мне разделить ею глубину сердечную и воды моей жизни. То есть рассеять тоску сердечную и печаль в жизни. И пройти до места дальнего крова, в кровь Божий, в дом Божий, куда желаешь ты теперь отойти? И зверь ведь по заходе солнца понимает, что ему надо бы пойти и лечь в свое логовище. Но я не знаю, куда пойду по отшествии твоем. И птица находит в себе гнездо, и горлицу строит гнездо, где положить кинцов своих. Ты же шесть лет проживаешь в монастыре и не нашел себе места. Где же ты меня оставишь? Подняв плачущего брата, блаженный сказал ему, Петр, не сетуй, благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князей. Господь знает, как сохранить свою тварь, которую сам создал. Он позаботится накормить алчущих, заступится за бедных и спасет находящихся в напастях. И для тебя будет прибежище. Братья же мои по плоти, пусть не обо мне, но о себе и о своих делах, С плачевной едой мира сего плачут, дабы получить утешение и блаженство в будущем. Я не нуждаюсь ради временной жизни во врачевании, потому что я уже давно умер для всего временного. Мертвые же, говоря по естеству, жизни не имеют видеть и не врачи воскресят, Как говорит Исаия, 26.14. Сказав это, блаженный Никола Святоша вместе с врачом отправился к пещере И приготовил себе там место для могилы. При этом он сказал врачу, Кто из нас больше любит это место? Петр с плачем отвечал, Я знаю, что если ты пожелаешь, то умолишь Господа, чтобы еще пожить тебе, А меня положить здесь. Блаженный сказал ему, Пусть будет так, как ты желаешь, если так угодно Господу. Итак, помолимся ему оба, но только в иноческом чине. Тогда по совету блаженного врач посвякся в иноческий чин И пробыл в течение трех месяцев на молитве, беспрестанно, день и ночь, проливая слезы. Однажды блаженный Никола сказал ему, Брат Петр, желаешь ли, чтобы я взял тебя с собою? Он, как и прежде, с плачем на это ответил ему, Я желаю, чтобы ты позволил мне умереть за тебя, А ты оставайся здесь и молись за меня. Блаженный сказал ему, Брат, дерзай и будь готов, Потому что по желанию своему в третий день отойдешь из этой жизни. Когда наступило предуказанное время, Петр, причастившись в святых и животворящих христовых тайн, Возлег на Одр и предал дух свой в руки Господу. По смерти врача блаженный князь Никола Святоша подвязался еще тридцать лет, Не выходя из монастыря, И достигнув согласно прозванию совершенства в святой жизни, Представился в вечную жизнь К святейшему всех святых, Царю Смирения Иисусу. Это было 14 октября 1142 года. В день кончины этого святого князя Едва ли не весь город Киев собрался, Воздавая ему последнее целование, И спрашивая с обильными слезами молитв его. Особенно плакали братья блаженного, Изяслав и Владимир. Изяслав прислал к игумену монастыря с просьбой, Чтобы он отдал ему на благословение и утешение крест умершего, Подушку и скамью, на которой он совершал колено преклонения. Игумен, отдавая их ему, сказал, «По вере твоей, да получишь от всех вещей помощь в том, чего ты и желаешь». Изяслав, приняв все ей предметы, С великим благоговением Прислал в монастырь много золота, Чтобы недаром получить эти вещи брата. Этот самый Изяслав однажды жестоко расхворался И даже не надеялся встать садра. В это время при нем находились жена, дети и все бояре. Так прошло некоторое время. Потом больной, несколько оправившись, Поднялся и попросил выпить воды из печерского колодца. Но скоро он опять лишился языка, И после всего не мог уже ничего проговорить. Послали в печерский монастырь и взяли там сосуды воды, Которые перед тем обмыли гроб преподобного Феодосия. Игумен передал и власеницу преподобного Николы Святоши, Чтобы в нее одели тело его. И еще не вернулся посланный с водой и власеницей, Как князь Изяслав проговорил, Скорее идите навстречу преподобным отцам Феодосии Николе за город. Когда с власеницей и водой вошел посланный, Князь снова воскликнул, Никола, Никола Святоша! Ему дали выпить той воды, Одели во власеницу, И он скоро стал здоров, И все прославляли Бога и его угодников. С тех пор Изяслав всегда надевал на себя сию власеницу, Когда заболевал, И немедленно становился здоровым. Кроме того, он всегда имел на себе эту власеницу, Когда шел на войну, И таким образом оставался невредим. Один раз согрешив, Он не решился надеть ее на себя, И в тот раз был убит на войне. Однако он еще заранее приказал похоронить себя в ней. Так и мы, надеясь на молитвы сего преподобного князя, О спасении которого мы имеем очевидное известие, Да сподобимся силой его молитв, Получить исцеление от всяких болезней и язв, Как временных, так и вечных, По благодати Царя смирения, А вместе и Царя славы, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ему же слава, С Богом Отцом и Святым Духом, Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава, Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, Будете регулярно получать с нашего канала.